всем здравствуйте меня зовут светлана банкова и вы на моем творческом канале шестяная карусель шапочку я буду вязать из такой вот пряжи и крючком номер два с половиной сейчас шапочку я свяжу только крючком там где спицами я ведь и показала что нужны спицы да но это другая шапочка сейчас мы будем делать шапочку новогоднюю на краю будет вот такая меха ушечка поэтому нам спицы сейчас не потребуется но там где я комбинирую шапочку спицы с крючком это будет уже мастер-классе где буду солнышку вязать так ну что набираем 40 воздушных петель два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 набрали теперь соединяем другим к концу соединительной петелькой соединили делаем петлю подъема и следующий и по кругу вяжем 40 столбиков 40 полустолбиков 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 39 40 40 42 43 44 44 42 42 v 42 42 42 42 42 42 43 42 столбиков то есть шапочку мы будем вязать полустолбиками как раз это у нас будет до ушек вяжем самостоятельно свяжем ряд и увидимся провязали мы второй ряд опять делаем пример очку достаем наш наши маркеры я не вижу шапочки так по одному какому-то мастер-классу что там до дырочки столько столбиков потом после дырочки потому что ушки я сегодня здесь пришила завтра могу в другом месте пришить я в этом деле нестабильно поэтому я вам покажу как я это делаю я беру маркеры вот это сделала пример очку да вот примерно такой дальше вот я отмечаю маркером с одной стороны и с другой стороны и все и вот примерно такой размер я оставляю где-то у нас получается здесь примерно раз два три 4 5 6 столбиков вот здесь соответственно начало ряда у нас серединка здесь вот отмерила все я знаю что мои ушки сто процентов дырочку попадут все шапочку снимаю и продолжаю вязать полустолбиками до маркера и и даже не считая сколько у меня тут петелек тут самое главное будет посчитать сколько мы наберем воздушных петель и поэтому у нас даже в любом случае получится по кругу 40 столбиков так вот довязала вот это маркера маркер убираю и набираю так вот эту еще провяжем и там где маркер был и набираю 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 все вот теперь эти 6 петель мы протягиваем и провязываем с него вот тут у нас маркер был там где у нас стоял маркер ой нужно да можно столбиком вот дырочка у нас получилось и дальше довязываем также полустолбиками до конца ряда я маркер здесь не ставлю на начало ряда я и так понимаю где у меня болтается танец там у меня и заканчивается начинается ряд и надеюсь я вижу я не вижу вроде как стараюсь чтобы под камеру четко попадала вот это у меня в каких-то видео там руки уезжали вечно куда-нибудь под стол а переснимать уже проблематично так вот я дошла до нашего начала ряда и провязываем дальше то есть у нас по кругу должно быть 40 столбиков без накида ой 40 полустолбиков ну вот проверяем себя раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать шестнадцать так дальше мы идем по косичке 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 39 40 я попала а вы как 35 33 39 39 40 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 теперь ставим маркер уже просто здесь не видно уже внизу будет следующий ряд мы делаем 6 столбиков провязывать 6 полустолбиков провязываем и делаем убавку 1 2 3 4 5 6 убавка пропускают так но тоже полустолбик пропускаю одну петлю опять 1 2 3 4 5 6 дальше убавка раз-два-три-четыре 5 5 6 6 убавка 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 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 6 не хватает поэтому сейчас страшно я делаю все равно вот у бабочку сделала сюда чуть чуть сместился на одну на один столбик сместился маркер может быть я ошиблась а может так и есть не буду утверждать честно говоря так дальше мы провязываем без изменений полустолбиками по кругу до маркера 1 23 давайте самостоятельно уже встретимся у маркера довязали следующий ряд мы провязываем 5 столбиков и плюс убавка 5 полустолбиков плюс убавка 1 2 3 4 5 и убавка 1 2 3 4 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 10 10 11 10 11 без изменений следующий ряд провязываем 300 полустолбика плюс убавка раз 23 убавка 1 2 3 убавка 1 2 3 убавка 1 2 3 убавка 1 2 3 убавка следующий ряд вяжем полустолбиками по кругу без изменений в каждый столбик по одному путь сейчас мы будем обвязывать край шапочки у нас был пушистым вот я своему зайчику уже глазки сделала приклеила так вот это у нас было начало и конец ряда вставляем крючок продеваем ниточку белую закрепили и в каждую петельку провязываем по два полустолбика раз и еще раз туда два при этом вот эту ниточку вывязываем вязание прячем раз и туда же два дальше раз и туда же два таким образом мы провязываем до до сих пор довязали 4 ряда следующих мы вяжем без изменений по 18 столбиков в ряду провязали 4 до следующий ряд мы делаем один столбик плюс убавка 1 убавка столбиков не видно когда вяжешь этой пряжей но на ощупь ну я на ощупь раз прибавка раз убавка на самом деле наловчишься вязать этой пряжи ничего получается раз убавка из софте можно и хвостики делать пушистенькие убавка убавка так теперь мы чуть-чуть наполним сильно не набивайте он должен быть легкий также держал форму буквально чуть-чуть вот для формы добавили и следующий ряд мы делаем 6 убавок убавка 1 убавка 2 убавка 3 убавка 4 убавка 5 убавка 6 у нас осталась маленькая дырочка можно ее не закрывать делаем просто соединительную петельку и закрепительную ниточку прячем вовнутрь и вот перед у нас до идет прям дырочка вот так вот пришиваем этот помпончик то есть не прямо вот посередине да а чуть-чуть вот ближе к переду потому что когда шапочка будет загибаться как раз помпончику так вот будет в общем не прям посерединке да поняли а вот чуть-чуть вот здесь пришиваем его по кругу как хвостик ну вот помпончик я решила все таки один приклеить потому что два было бы слишком много ну такой зайка у нас получился мордочка получилось совсем другая чем у моих тех других в общем они у меня всегда получаются разные как и не стараюсь сделать одно и то же все равно они у меня разные вот если вам понравился мой мастер-класс вы вязали со мной напишите в комментариях что какой зайка у вас получился мне будет очень приятно и интересно если вам понравился мой мастер-класс конечно в нем есть недочеты я там где-то заикалась путалась но я надеюсь что со временем я перестану волноваться перестану заикаться и все будет в порядке и мы с вами еще встретимся на другом моем мастер-классе я буду делать совушку вот буду рада видеть вас спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч